Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня с утра фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня я в печали. Я проснулся сегодня утречком, ну сейчас где-то в 9 часов утра, и обнаружил, что все 37 картинок, которые я вчера таким трудом загружал на этот шаттер, были отклонены. По причине заголовков какому-то, в этот раз я не удержусь, долбанутому инспектору пришло в голову, что название картинок как-то по его взгляду не соответствует. Можешь себе представить, то есть кейворды соответствуют, а названия не соответствуют. Единственное, чего не было в названиях, там были такие же слова, как и в других моих фотографиях, да, они полностью подходили, потому что я делал это вручную. Единственное, что я только могу догадываться, потому что фразы у них одинаковые, что должно быть на английском, не иметь названия камеры и так далее, соответствует теме. Первая тема соответствует 100%, потому что кейворды такие же. Второе. Камеры я никогда не пишу. Третье. Я делаю через переводчик, я делаю все на английском языке. И если там английское слово неправильно, то шаттер меня поправляет во время, до того, как я пошлю к инспектору. Так что по всем трем предполагаемым параметрам, мне все чисто, 37 картинок. Что я предполагаю, вы можете мне, конечно, поправить, что я не писал смысловое значение. То есть это натюрморт ранний осенний, который, на котором лежит на столе, и на котором видно там игра света и так далее, с игрой света. То есть, понимаете, вот эти вот связывающие приставки. Там было то же самое, что и кейворды без запятых. Ребята, всегда пролазило. Всегда пролазило. Потому что, на мой взгляд, требовать от всего мира писать художественные заголовки, это какая-то глупость. Это какая-то абсолютная глупость. И вот я сейчас весь такой задумчивостью. Мне правда, ребят, меня правда это раздражает. Очень сильно меня это раздражает, когда столько сил вложено в картинку, да, и столько сил вложено в описание, и потом какой-то дурак, я не побоюсь этого слова, решает вдруг, что неправильно составлен заголовок. При том, как я вам говорю, что за этот месяц у меня продалось что-то на 12 евро. Ребята, вот вам еще один пример. То есть, вот смотрите, вот эти щетки, да, вот эти щетки мне прислали, я с двух сторон снял, вот так и вот так. По 20 евро, 6 картинок, 120 евро за 2 часа. Все. В месяц обработка. Знаете, если бы не та цель, для которой я сток использую, много раз говорил, что это, в общем-то, трамплинчик просто для меня, что зарабатывать на нем невозможно, если ты не снимаешь мусор. Сегодня на... Я вчера прочитал на группе ВКонтакте, и кто-то выставил жалоб инспектора, что тот жалуется, что вот один снял, значит, пенек в 38 позах, потом другой снял ключи, ключи в гараже на полке, ключи в руке, ключи на машине, ключи под машиной, ключи возле колеса, ключи на руке, ключи под рукой, ключи на пальце и так далее. То есть, тоже около 30 ключей. А чего он жалуется? Чего он жалуется? Именно этот мусор продается. Именно этот мусор продается на стоках. То есть, меня тоже к этому приучали, что возьми помидор и сфотографируй в 100 ракурсах. Ну, сфотографировал, ну, лежит у меня 100 фотографий, продается. Я говорю, это не приносит мне никакого удовольствия. В плане денег. Что меня мотивирует, как я сказал, что я использую это как просто трамплинчик, чтобы прыгнуть выше. И то, что я вам попутно могу показать, что-то рассказать, может поделиться каким-то ноу-хау. Кстати, о ноу-хау, у Антона Ватмана кто-то из наших подписчиков написал, что ноу-хау бесплатно не получишь. Ноу-хау бесплатно или у Эдуарда Петера, или в мышеловке. Хорошо сказал, хорошо. Поэтому, ребята, мы отбросим это. Вот я сейчас отойду. Отбросим это. И я с вами поделюсь сегодняшними планами. Как я вам говорил, что я хочу что-то сделать чемпомником. Он отцветает, ребята. Он отцветает, и многие его плоды тоже уже непригодны для съемки. Поэтому я быстренько с утра, если не пошел, нарвал. Да? Причем, нарвал сейчас покажу, чего. Вот, смотрите, шиповник разных размеров. Крупный очень, помельче. И совсем махенький какой-то. Я подозреваю, что это разные сорта. Тут набрал побольше, тут набрал побольше. Потому что хочу экспериментировать. Очень красивые, нежные цветочки. Сейчас покажу. Смотрите, какие чудесные. Тоже отцветают. Прямо вот берешь, это вот остатки. Берешь, оно сыплется. И взял эти, мне понравились тоже от шиповника, красивые листочки. Вот такие. Кроме этих, будут еще вот эти. И с этим я сегодня буду целый день экспериментировать. Потому как день, дорогие друзья, у меня абсолютно свободный сегодня. Что редко бывает. То есть, абсолютно. Я сделал работу, отослал. У меня еще лежит работа. Ну, она терпит. Она терпит. Как я говорил, свалился на руку. Сказал, парень, в этом состоянии не могу. Так что терпи. А, это говорит мне, я тут с вами что-то делаю. Он терпит до четверга. Поэтому вот сегодня у меня абсолютно, в среду у меня еще кое-какие дела. А сегодня у меня абсолютно свободный день. И я сегодня хочу поэкспериментировать. Просто-напросто. И вас приглашаю. Вы рады? Я тоже. Давайте начать. Начать я решил с очень минималистической картинки. То есть, захотелось что-то опять с рябиной. Пока с щиповником крутится еще. Но с рябиной я хотел бы, знаете, что-то такое, что вот еще лучи солнца пробиваются через деревья. Лежат немножко листочков уже пожелтевших. И кто-то в стакан поставил кусочек, вернее, ветку рябины. Вот такое. Сейчас покажу. Очень простенько. Стакан, рябина, два листочка, рассыпано чуть-чуть. И что касается света. Свет только сверху один. Отражатель ставит. И через вот эти вырезанные из кинопласта деревца просвечивает, пробивает на полную катушку, на шесть. Больше невозможно наш тунус. Давайте посмотрим, что получится. Раз у меня, я так подумал, картинка такая минималистическая, минималистическая. В общем, такая несложность. То и освещение я тоже решил, что будет вот такое, чтобы с одного щелчка без особо фотошопов что-то получилось. Ну давайте посмотрим. Так, сейчас мы наведем резкость. Так, есть, поймали. И нажимаем. Ну что я вам скажу. Это как раз то, что я хотел. Сейчас обрежу фотошопы. И будет вам натянут из ничего практически. Я считаю, это классно. Вот, посмотрите, друзья, что можно сделать из обычной веточки рябины и пару подобранных на полу листочков. Я немножко усилил эффект такого холодного утра. То есть, поднимается солнце, правая часть, она уже теплеет, а там еще есть как бы налет, такой маленький налет изморозит. Ну, во всяком случае, посыл к этому есть. Я использовал холодный фильтр, частично его убрал с правой стороны, а там оставил. И добавил пару ягодок. Я там увидел, что у меня правый верхний угол пустой совсем. Я туда просто парочку добавил. Ну, вот и все. И получился довольно-таки хороший натюрморт практически из ничего. Я думаю, что, вернее, надеюсь, что вам тоже понравится. И вам захочется это повторить. Ну, как это делать, вы теперь знаете. Всего вам доброго. До послеобеда. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»